Привет, друзья! Спасибо, что заглянули на мой канал. Я продолжаю свой европейский трип, и я в городе Аликанте. Как видите, Аликанте меня встретил прекрасной погодой, солнцем, декабрь, плюс 20, и очередным испанским праздником. Смотрите, я вся в пепле. Как все это отмыть? Мне кажется, лицо мое тоже в пепле. Здесь конститутки предлагали свои услуги и торговали наркотиками. Ребята, посмотрите, это я! Вот так начинается мой бизнес-лайч в Испании. Как красиво серверуют. Бизнес-лайч стоит 29 евро. И вообще у меня создалось ощущение, что в Испанию переехали самые красивые женщины. Санкт-Петербург. Было крайне сложно, было очень сложно. Я первый месяц родала. Вот это современное, утрасовременное здание. Это, ребята, пенсион по русским думкам престарелых. Почему так много парикмахерских в Испании? Всю выручку делают бабушки, потому что они там раз в неделю бывают, они на укладку ходят. Чтобы увидеть, в каком живописном месте находится Аликанте, поднимитесь на крепость Святой Варвары. Обязательно проложите путь через старые улочки. Они такие атмосферные, узенькие, веселенькие. А вот еще одна фишечка, рождественская фишечка Аликанте – это гигантский рождественский вертеп. Видите, за мной идет процессия торжественная. Это процессия – это Святой Николай, покровитель Аликанте. И сегодня, 6 декабря, и будет праздник. А, смотрите, какие люстры! А стены старые, средневековые. Да, это Сан-Фан-Фе. Это Варвар? Да. Стоимость квартир там на продажу начинается от 300 тысяч евро. Уже наступил вечер, а испанцы все празднуют. Я сейчас нахожусь на одной из центральных площадей, рядом с вокзалом Аликанте. Там, к сожалению, солнца ни черта не видно. Но сейчас там, у фонтана, через несколько минут будут взрываться, будет такой фестиваль петард. А это ребята полицейские. Смотрите, какой симпатичный молодой человек. Только что какой-то мужик пьяный орал, он к нему подошел, улыбнулся, что-то приятное сказал на испанском. И весь конфликт был улажен. В общем, у меня полилась вся тушь. Я находилась на самой первой линии. Сначала мне казалось, что у меня лопну барабанные перепонки. Потом меня и всех окружающих обсыпало пеплом. Но в конце, когда была самая кульминация, я была в какой-то высшей степени катарсиса. В общем, это я плачу, ребята. Я плачу от эмоций, потому что это вообще незабываемое впечатление. Первое впечатление от Аликанты не оказалось обманчивым. Этот город живет на расслабоне. Оно и понятно. Аликанты – самый крупный курорт на побережье Коста-Бланка, песчаные пляжи которого протянулись на 200 километров. Из-за чистоту заслуженно удостоены голубого флага. И Аликанте расположен прямо посередине побережья Коста-Бланка. И что приятно, знаменитые пляжи находятся в самом центре города. Никуда ехать не надо. Конечно, Аликанте не может похвастаться, как Валенсия, обилием исторически ценных достопримечательностей. По сути, их всего лишь три. Средневековая крепость Санта-Барбара, куда мы поднимемся чуть позже, готическая базилика Святой Марии и кафедральный собор Святого Николая, построенный на месте разрушенной мечети. Зато в Аликанте есть свои прикольные местечки, давно ставшие визитными карточками города. Сейчас она одной из главных достопримечательностей Аликанта – улица с грибами. Это вообще простонародное название. Раньше она называлась, по-прежнему называется, Халле-Сан-Франциско, то есть улица Сан-Франциско. И, в общем, это достаточно неоднозначное место, хоть и очень популярное среди туристов Аликанте, потому что раньше, до 2013 года, здесь было самое злачное место Аликанте. Здесь проститутки предлагали свои услуги и торговали наркотиками. Народ сюда боялся – заходи, здесь было темно, грязно и страшно. Власти города думали, что бы такое сделать с этой улицы, чтобы она стала приличной. Ничего более интересного не придумали. Мы поставили на ней вот такие мухоморы. Понять мысль очень сложно городских властей, но в любом случае главную свою задачу – сделать из криминальной, отстойной улицы одну из главных пешеходных туристических улиц Аликанте. Не могу я пройти мимо витрины со сладостями. Посмотрите, в испанской Аликанте на знаменитой улице Грибов я это увидела. Это булочка с корицей, это с какой-то карамелькой. Это классическая, и даже, ребята, есть веганская булочка. Короче, я не удержалась, взяла булочку с карамелью-яблоком. Сейчас попробую. Это счастье. В поисках очередной порции счастья я отправилась на знаменитую пешеходную аллею Эспланада. Примечательна она своей разноцветной мозаикой, сложенной из шести с половиной миллионов мраморных кусочков. Но мое внимание привлек другой – туристический аттракцион. Мы мечтаем оказаться на страницах газет, и вас займет всего лишь пять секунд исполнить свои мечты. Давай, давай, сделаем. А, здрасте, здрасте. Вот, как замечательно. А это что за аппарат, скажите? Очень старинный. Вот так получается. А, посмотрите. Да, то есть ты будешь как герой газетной заметки. Ребята, посмотрите, это я. Это будет свиток. Я его в бутылку положу, сургучом запечатаю и оставлю потомкам. Я сейчас иду на встречу с Оксаной Телегуз. Это очень активная, очень красивая женщина, которая 10 лет назад вместе с мужем и детьми переехала в Испанию и организовала, видимо, прошла тоже огонь и воду, и организовала некоммерческую организацию, которая помогает русскоязычным людям освоиться в Испании разными способами и консультаций, и юридические, и недвижимость. Поэтому она для меня бесценный человек. Я планирую ей позадавать очень много вопросов. Вот здесь находится студия Оксаны. Она еще творческий человек. Они снимают видео, пишут музыку. И там уже что-то происходит. Посмотрите, уже какая-то работа идет. Вам нужно принять для себя решение, что да, я хочу переехать. Я готов переехать. Здравствуйте, здравствуйте. Я вам показала, друзья, за кулиси нашей блогерско-телевизионной жизни. Обожаю это дело. Да, вот все ребята-операторы. А вот Оксана, о которой я уже сказала, там на улице. А вот с этой симпатичной женщиной я обязательно поговорю. И вообще у меня создалось ощущение, что в Испанию переехали самые красивые женщины. И с собой уже. Мы приняли решение быстро. Все продали, собрали 4 чемодана. И с трехмесячным ребенком переехали. Когда ты переезжаешь уже в 30-35, уже достаточно сложно. Ты понимаешь, что ты все равно все время будешь по наехавшим. Когда у тебя 45 плюс 50 плюс 60 плюс, ты уже четко и ясно понимаешь, что своим ты не будешь, что язык ты хорошо не освоишь. И что тебе нужно просто искать своих для того, чтобы психологически не растерять себя. Все равно важна подушка безопасности. Не получится так, чтобы приехал на пустом месте, что-то произошло. Потому что здесь все-таки Испания это не страна, где огромное количество профессий. Мы туристическая страна. Мы очень сезонная страна. И поэтому надо вспоминать о том, что есть какие-то бытовые вещи, которые на начальном этапе большинство людей проходят. Это уборка квартир, это присматривание за детьми. Это какие-то такие вещи. Просто все мы приезжаем уже с каким-то опытом. И очень многие психологически не могут перестроиться на то, чтобы я приехала, я был директором, а теперь я вынужден полы мыть. Это все психология. Обязательно вступайте в нашу организацию, потому что мы помогаем, мы никого никогда не бросаем. Нам очень важно, чтобы люди, ну, наша комьюнити, то есть основная цель нашего комьюнити, это чтобы каждый русскоязычный человек в любой точке мира знал, что есть место, куда можно прийти, и в горе, и в радости, и где не обязательно что-то из себя представлять, ты можешь просто быть. Потому что это очень важно. Важно знать, что есть свои, и очень хочется, чтобы наша комьюнити все-таки немножко по-другому начало работать, потому что много лет, сколько я работаю в некоммерческой организации, и много лет по всему миру русскоязычная комьюнити самая неподдерживающая комьюнити друг друга во всем мире. И я об этом говорю очень давно, видимо, какого-то гена добра нам не доложили, но если ничего с этим не делать, ничего и не произойдет. Поэтому поко-поко, пасо-пасо, как говорят испанцы. Я, во-первых, беззаветно люблю то место, где я живу, поэтому это, ну, Сан-Хуан, это лучший пляж на Коста-Бланке. Для меня все, что идет уже в сторону мало геморбеи, там уже очень сухо, там мало деревьев, все, что выше идет, там уже холоднее. И если бы я выбирала бы большой город для жизни, я, безусловно, бы выбрала Валенсию. Это единственный город большой, который мне откликнулся. А из маленьких городков нужно просто проезжать, смотреть маленькие городки, инфраструктура очень хорошая, со многими сделана. Прекрасный городочек Кампея, очень небольшой, проходит трамвай до Аликанте. Вот, тоже, и море рядом, и так далее. Нужно понимать, что, во-первых, минусы проживания у моря совсем рядом. Это, конечно же, ветра, пески, ржавение всего, невысушенная одежда и огромная сезонность. Потому что летом вы будете задыхаться от количества туристов, которые не всегда трезвые, не всегда хорошо одеты, дорогопахнущие. Зимой там будет ау кричать. И, в общем, это такая сезонность, которую мы тоже все прошли. Поэтому надо просто смотреть, к чему душа лежит. И вообще, конечно, в будущем очень хочется создать такой, как я его называю, такой пенсион для наших русскоговорящих. Потому что все мы все-таки приходим к этим годам. Нет того человека, который не придет в старость, к сожалению или к счастью, я не знаю, к мудрости, к старости и так далее. И вот есть у нас такое желание, такой проект, который мы хотим как стартап сделать. Такое, знаешь, чтобы люди могли как в страховую компанию откладывать денежки. И когда они переезжают уже в Испанию совсем, чтобы был свой пенсион такой. О жизни пенсионеров в Испании Оксана пообещала рассказать при следующей встрече. Сейчас ей пора бежать. С моей второй собеседницей, Анастасией, я обсудила все плюсы и минусы разных типов ВНЖ Испании для россиян. Самые популярные типы ВНЖ это сейчас ВНЖ по стартапу, то есть для предпринимателей. ВНЖ по намаду или удаленного сотрудника. ВНЖ, но лукратива и студенческая виза. Какие прелести есть, да, преимущества? Первое. То, что вы не оплатите налоги на территории Испании. Но, коллеги, если вы проживаете на территории Испании 183 дней, то вы все равно должны здесь платить налоги. Поэтому это всего лишь миф о том, что не нужно платить налоги, если честно. Какие еще есть специфические особенности? Ну, это первое, то, что поддаваться можно только с территории страны гражданства или с территорией, где у вас есть вид на жительство существующий. Еще один важный нюанс. Нужно иметь большую сумму денег на счете. И выдается вид на жительство на лакуратива финансово независимых всего на год. То есть через год вам нужно будет опять собирать пакет документов, опять показывать крупную сумму денег на счете и проходить этот весь путь заново. Вид на жительство, которое помогает переехать в Испанию предпринимателям, стартаперам, либо людям, которые хотят начать свой бизнес на территории Испании. Какие плюсы выдаются на три года? Сразу поддается вся семья и может получить вид на жительство вся семья. Какие есть недостатки? Первое, это нужно написать бизнес-план по инновационной, технологичной, масштабируемой идее, которые еще нет в Испании, либо которые еще не развиты в Испании. Но здесь тоже есть выход, всегда можно обратиться за помощью в написании бизнес-плана, например, такому агентству по релокации, как мы, либо самому написать, если у тебя есть бэкграунд соответствующий и ты уже имел опыт написания бизнес-плана. Дополнительно нужно показать деньги на счету, но здесь такая есть особенность, что ты показываешь деньги и сразу же просто так берешь выписку, можешь этими деньгами распоряжаться так, как ты хочешь. И подача на ВНЖ по стартапу только с территории Испании. Его рассматривают всего 20 рабочих дней, то есть через месяц у вас уже есть решение, причем в 99% случаях это решение одобрения. Выдается также этот ВНЖ на 3 года и также на него могут председовать не только заявитель, но и все члены его семьи. Нужно показать, что у тебя есть контракт на удаленную работу либо в найме, либо как индивидуальная предприниматель, самозанятого либо фрилансера и, соответственно, контракт должен быть не менее чем на 3 года, но либо бессрочный для того, чтобы срок действия контракта совпадал с твоим сроком ВНЖ. Дальше это уровень оплаты, который должен быть прописан в контракте. Это на данный момент, в текущем году 2500 евро на 1, на МАДА, если он подается 1, и 4100, если семью из 4 человек. Ты как физическое лицо платишь стандартные налоги либо по упрощенной системе, так называемой, 24%, либо по прогрессивной системе налогообложения, а до 19, до 47. Уровень твоего, твоей ставки налоговой зависит от того, от того уровня твоего дохода. То есть, если у тебя и нет дохода, ты официально не устроен никуда в течение этих трех лет, то ты, по идее, налоги не платишь. Твоя компания, твой бизнес-стартап, и твое ООО, или ESL, по-испански, платит 15% прибыли с того момента, когда твой стартап выходит на уровень прибыльности. И ВНЖ по намаду. Опять же, две системы, упрощенные, бэкхом 24%, либо от 19 до 47%, прогрессивные. И уровень ставки зависит от твоего дохода. В среднем у намадов от 20 до 30% ставка налоговая. Именно на тот доход, по которому ты получал свое ВНЖ. То есть, если вы будете поддаваться самостоятельно, то вам нужен уровень дохода в данном году 2520 евро. И таким образом вы можете рассчитать, что вы будете от 20 до 30% платить налоги. Если вы собираетесь продлеваться через три года. Какие прелести прогрессивной ставки? О том, что вы можете делать вычеты. То есть, если вы снимаете, например, жилье, то часть арендной платы и коммунальные услуги вы можете пустить в вычеты. Все, что вам нужно для бизнеса, то есть, например, камера, штатив, любое оборудование, которое вам нужно для бизнеса, подтвержденное фактурами, вы тоже это все списываете в расходы. Дополнительно вы списываете в расходы медицинская затрата, например, на медицинскую страховку. Если есть дети, не работающие вторая половина, то это тоже все влияет на уровень ставки. После интервью Анастасия предложила продолжить общение в кафе, где готовят правильные сырники. Достаточно дорогой здесь бензин, да? Мы всегда хотели попробовать поехать. Нет, на электрической машине. Ух ты, Тесла? Да. Ну и плюс у нас был еще один интерес. Мы хотели посмотреть, дадут ли нам кредит или нет. Потому что все говорили, что нет кредит, у вас русский паспорт, какой вам кредит? Ну и плюс мы живем не так долго, мы уже компанию зарегистрировал когда летом, по-моему, этого года. Еще года не прошло, поэтому нам было вдвойне интересно. Даже на СТеслу нам позвонили, сказали, ребята, давайте заявку свою отменяйте, вам все равно кредит точно не дадут. Но мы были бы не мы, если бы не доказывали иначе. И муж сказал, что нет, пока нам не ведет официальный отказ от банка, мы будем ждать. И буквально накануне перед тем, как нам все уже должны были отменить нашу заявку, нам звонят из банка, говорят, да, вам кредит одобрили, все, можете приезжать. Ребята, вы посмотрите, как хорошо живут русские люди в Испании. Тесла. Ну, в итоге, она в самом деле экономнее получается? Да, она даже пишет, какая экономия. И вот за 10 тысяч пробега он написал, что сэкономила 1280 евро. За месяц? Да. Вот так, ребята, едем на Тесле и есть сырники. Когда началась военная операция у нас, у нас военная операция как хорошо пусть не так. Тогда началось вот это вот. Да, да. первые уехали наши соседи в Черногорию. И я смотрела, думаю, мы никогда не осмелимся, у нас дом большой, мы долго к этому шли, и у мужа бизнес, у меня клиенты, и дети привыкли, бабушка, и собака у нас. И я восторгала семью, но понимала, что это не про нас. Вот. И мы успели до начала сделать шенгенские визы, и в летом прошлого года поехали в Испанию. И когда началась мобилизация, я просто поняла, что мы не уедем. Не из-за того, что моего мужа могли призвать, нет, он точно бы никуда не пошел по многим обстоятельствам. Просто я поняла, что хочу, чтобы мои дети считали, что нормально жить в мире, что все люди равны, что все люди заслуживают уважения, и знали, что совершенно мир разный, и это окей. Поэтому мы не вернулись, было крайне сложно было очень сложно. Я первый месяц рыдала, мама просила, чтобы мы вернулись домой, я ей говорю, мама, мой дом там, где мои дети. И только через несколько месяцев мама сказала, ты была права, не возвращайтесь. Вот мы все ищем парковку, ребят, чтобы поесть сырников, мы катаемся кругами, и ищем... ищем парковку. нет, ну то... Я включила, наконец-то, она сзади, на этой же улице, только сзади. Он не показывает парковки-то? Ну вот я сейчас включила, ближайший, сейчас мы на нее целенаправленно поедем. Наконец-то мы припарковались, наш долгий путь к сырникам продолжается, но он интересный, мне очень нравится. О, симпатяшно. О, смотрим, смотрим, смотрим. Как они, как вы остаетесь? Анастасия стройной здесь. Я, я когда смотрю на все это хочу, сразу все съесть. Целых три сырника. Вдохнула ароматом родной жизни. Хоть, хоть у нас происходят события не самые веселые, но родина есть родина, и Россия прекрасная страна. Будем есть. Главное, еще раз повторюсь, это уверенность в себе и поставить себе цель. Если расширить свой мир, расширить круг Залок Азор и понять, что ты можешь пригодиться в любой стране мира. Не обязательно где родился, там и пригодился. Вот такая длинная лестница ведет замок Санта-Барбара. А есть другой вариант. Можно подняться что-то типа лифта, фуникулера. Вы знаете, я столько всего нажрала в Испании, поэтому решила сжечь калории с помощью полезного для здоровья спорта. Чтобы увидеть, в каком живописном месте находится Аликанте, поднимитесь на крепость Святой Варвары. Я сначала прочитала, и он так читается, крепость Санта-Барбара, и подумала, причем тут Санта-Барбара и крепость в испанском городе Аликанте. Оказывается, Святой Варварой эту крепость назвали христиане, которые пришли в XIII веке на Пиренейский полуостров. Крепость такая занимательная, честно сказать, увидеть здесь что-то такое экстраординарное, исторически ценное, шедевральное, вы не увидите, но самое главное, вы увидите потрясающий вид на море, на горы и на панораму города Аликанте. К сожалению, Аликанте не может похвастаться таким аутентичным, красивым, старым центром, как Валенсия, но он здесь есть и он совершенно другой. Он такой маленький, уютненький, узкие улочки, цветные домики. А вот еще одна фишечка, рождественская фишечка Аликанте – это гигантский рождественский вертеп. Его высота аж 17 метров. И в 2019 году Аликанский вертеп был занесен в Книгу Гиннеса. Они еще разговаривают друг с другом. Я снимала ростовых кукол, там же вместе с Марией встретилась, она тоже их снимала в очередной испанский праздник. Какой в этот раз? Сегодня в Аликанте празднуют два праздника. Первый из них – это местный, локальный, как раз-таки вот эти куклы поставлены именно из-за этого праздника. Там это День Святого Николая. И вот этот главный собор, он в честь Святого Николая, соответственно, и праздник. И национальный праздник по всей стране – это День Конституции. Вот. Так что, а мы с Марией встретились пообщаться на тему аренды недвижимости в Аликанте. И сама Мария мне предложила вот этот, расскажите, замечательный кофейн, да? Она что-то знаменитая? Замита с вами прекрасный кофе. Здесь очень много сортов кофе, разной обжарки, разной степени крепкости, очень вкусняшки, большое разнообразие, что мне здесь нравится. И интерьер очень-очень оригинальный. Мы сейчас это поймем. Смотрим. Мейднес, мейднес кофе. Мейднес, сумасшествие. А, сумасшествие кофе, в общем, мейднес кофе. Так, ну, сегодня здесь у нас аншлаг. Аншлаг. Сейчас посмотрим, посадят нас или нет. У меня ощущение, я на неделе две, наверное, в Испании, что испанцы не едят дома. Всегда кафе и рестораны переполнены. Да, все верно. Испанцы – это люди, которые любят солнце, они родились в этой стране, соответственно, они очень много времени проводят на улице, особенно южные и те, которые живут на берегу моря. Если у ресторана нет террасы, то это, в общем, ресторан, который не будет иметь успеха, скажем так. В принципе, испанцы едят дома, но по выходным могут там в воскресенье собраться с семьей, но в целом они очень любят выходить и где-то обедать, ужинать и пить кофе, завтракать. Особенно завтракать. Да. Как в кафешке. А вы давно в Испании живете? Десять лет. Вы уже переняли эту традицию? Да. Очень удобно. Это же удобно, то они готовят, да? Да, да. Очень классный интерьер. А потолки какие прикольные. Вот это да, потолки все это у меня здесь, и стены. Да, здесь. Ах, кстати, какие люстры. А стены стали среди веков. Халиканте сам по себе. Его центр привязан к морю, к набережной. Центр Аликанте считается пляж Аликанте, Костегет. Соответственно, в любой точке доступности до центра это доступность до пляжа. В инвене. Районы есть разные, есть победнее, есть побогаче. Есть район, который очень, кстати, популярен среди приезжих наших русскоязычных. Он называется Сан-Хуан-пляж. Он находится где-то в 15 минутах езды на машине от Аликанте. И вот с ним, кстати говоря, хорошая связь с наземным метро. То есть, можно сесть на трамп и доехать до Аликанте за 20 минут. И вот этот район, он, на мой взгляд, самый комфортный для жизни. Он, кстати, спокойный, абсолютно зимой. Летом там много туристов. Но он очень приятный сам по себе. Во-первых, пляж длинный, много километров пляжа. Стоимость квартир там на продажу начинается от 300 тысяч евро. И стоимость, например, в Сан-Хуане аренды на долгосрок. Опять же, у нас есть разные виды аренды. Цена меняется от... Долгосрок. Да, долгосрок это от года. Мы считаем, от года. От 1500 евро сейчас. Каролина с Бахос. Тоже, это, так скажем, вторая градация по популярности после Сан-Хуана среди наших приезжих туристов, которые стали здесь жить. То есть, там цены подешевле, там, соответственно, недвижимость начинается от 130, наверное, сейчас тысяч евро. И аренда более доступная и очень комфортная для жизни район. Он называется Верхендель Ремедио. Один из них. И второй Хуан-23. Это, ну, такие райончики, скажем, где живут иммигранты. Там есть тоже лучшая часть, худшая часть. В принципе, вам бы там было, наверное, некомфортно. Мне тоже. Потому что, ну, в принципе, он достаточно такой колоритный, скажем так. Колоритный, шумный, не очень чистый. Ближайший, так сказать, тихий уголок. для вас это будет Финистрат либо Вилла Хайоса. То есть, это города, которые находятся в 30 километрах от Аликанте. 30 минут на машине, очень близко. Но они более спокойные. Понятно, что летом везде возрастает количество туристов, но зимой там тишь и благодать. это тост. Так, давайте мы с вами сначала тостик снимем. Типичный испанский завтрак. Это тост, томат и оливковое масло. Некоторые добавляют масло сразу в томат, но мне, например, нравится поливать хлебушек этим маслом. Томатика. Сейчас мы с Юлей будем наслаждаться. Смотрим. А, и просто, и просто, вообще, это достаточно полезно к следующему. Еще большая традиция есть между друзьями и семьей делить еду. Хорошая традиция. Да. То есть, они, например, заказывают несколько закусок, несколько блюд и называют это паракомпартир. То есть, паракомпартир. Для того, чтобы разделить. вот мы тоже сейчас поделим наш штофер. Миньтик. Правильный, сочный, хороший аромат он делает это блюдо, поэтому важно значиться. Все очень хорошее, ингредиент важен. Собат очень любой вкус. Ну, слеп очень важен. Слеп тупенький, и здесь у нас ухажаем. Ну, ворота в таком удобнее. Приятно. Приятно. Испания очень разнообразная страна, на самом деле. Мне удалось пожить в нескольких городах. Из мегаполисов это Мадрид, Барселона. Это абсолютно не мои города. Особенно Барселона. Я там прожила, переработала где-то полгода и сбежала оттуда, потому что для меня это слишком насыщенно людьми город. Не очень безопасный. Да, у него есть плюс, естественно, как турист туда приезжать. Просто великолепно. там огромное количество, огромный выбор развлечений и культурной программы. Но для жизни не очень. Мадрид хороший город. Мне понравился больше, чем Барселония, если сравнивать. Он более, на мой взгляд, чуть более благородный, но более холодный. И летом в Мадриде очень некомфортно, так как там нет воды. Очень жарко, плавится асфальт. Просто жить там нереально. Также я жила в Валенсии и хотела там остаться жить. Я училась в Валенсии год. Очень хороший, оригинальный город со своей большой историей. Люди там немножко закрыты. Он менее космополитичный, чем Аликанте, на мой взгляд. Он более традиционный. И, наверное, в связи с этим я оттуда уехала, потому что мне было сложно найти там работу. После того, как я закончила учить язык, получила свой сертификат, я стала активно искать работу в туризме. Это моя бывшая, скажем так, профессия. Но получилось, что не смогла найти, потому что все отели, все места были заняты сотрудниками на постоянной основе. То есть там не было такой ярко выраженной сезонности. Но в районе Бенедорма она как раз присутствует. И там я нашла работу так вот просто меня взяли с руками и ногами очень быстро. Соответственно, эта зона, в принципе, Бенедорм, Фенестрат, я жила в Бенедорме тоже год. Она очень космополитичная, очень интернациональная. То есть вы здесь можете найти по интересам, ну, во-первых, русскоязычных, достаточно много. Но я не советую придерживаться русскоязычных кругов, если вы хотите интегрироваться в стране. Это не вариант. Но там очень много других иностранцев. Они тоже все очень интересные. Кажется своей судьбой, каждый со своей историей. Тоже очень классный опыт. Но жизнь в Бенедорме для меня тоже оказалась не вариант, потому что через какое-то время я уже устала от туристов, от этой атмосферы, от этих шлепок. Ты идешь в офис, и тебе навстречу идут веселые англичане в труслаху, с пляжа, с бутылкой пива. А ты идешь в рубашке, в пиджаке и думаешь, еще один рабочий день. И в принципе, эта атмосфера, она хороша для туристов, для отдыха, но не для работы. Если хотите чего-то большего, то это не Бенедорме. Поэтому я попробовала Аликанто, мне так случайно получилось, что мне пришлось переехать в Аликанто на две недели, заменить там одну нашу сотрудницу. Я проработала две недели, и я сказала, что я делаю в Бенедорме, вот же мой город. Мне очень понравилось, потому что на мой взгляд это идеальное сочетание для меня размера города, его составляющие, его инфраструктура, климат, культурная жизнь и очень удобная логистика из Аликанто. Здесь есть международный аэропорт, вы можете взять самолет, 15 минут, железная дорога, 15 минут и вы в аэропорту. И можно в любую точку мира. полететь и в принципе Аликанто он более культурный, он тоже космополитичный, он тоже интернациональный. Но здесь приезжают иностранцы немножко другого уровня. Это не туристы, которые приехали провести весело время на пляже. Это туристы, которые приехали остаться, жить здесь. То есть у них свой бизнес, у них свои какие-то интересные темы. для меня Аликанто это идеальный город. Пока что пока так, дальше не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, я опять попала на очередной испанский праздник, но это очень знаменитый, очень важный праздник для Испании и для Аликанто. Видите, за мной идет процессия торжественная. Эта процессия это Святой Николай, покровитель Аликанто. И сегодня, 6 декабря, его праздник. И мячики завершает процессию чудо-машина, из которой летят мячики и шоколадки в окружающих людей. И огромное количество желающих. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так начинается мой бизнес-лач в Испании. А как он может еще иначе начаться? Так, принесли стартер. Это местный сыр, который делают в Аликанто с, запоминаете, черным чесноком with black garlic. Ну и с левушком. Вот так выглядит первое блюдо. Это что-то типа похожее на суп. Здесь есть белый миндаль, чеснок и маринованная скумбрия. И сверху они отдельно взорили таким соусом, тоже с чесноком, с чем-то белым. Я так и не поняла с чем. Сейчас попробую. В общем, мне кажется, скумбрия маринованная убивает все. И миндаль, и чеснок, и все на свете. Ну, в общем, так, попробовать можно, но сказать, что это очень вкусно. Не скажу. Это называется крест. Так, ребята, это треска с рисом, соусом, традиционным аликантийским соусом. Как красиво сервируют. Ну что, сейчас пробуем эту красоту, да? Давайте выпьем. Выпьем за путешествия, за впечатления, в том числе и гастрономические, и за мир обязательно. Выпьем, чтобы мы больше путешествовали и дешевле путешествовали. Ребят, треска изумительная, реально. Такая нежная, такая необычайно влажная. И соус для риса очень оригинальный. Я сейчас не скажу, что там. Похоже по цвету, что там есть куркума. Видите, он такой коричневый. Но это вещь, это очень вкусно. Будете заходить. Бакалау называется треска на испанском. Вещь. Очень вкусная. И последний выстрел по моей стройности это десерт. Мороженое из ноги и чем-то еще. Почему-то переводчик не переводит, что-то там много слова дольче. С чем-то сладким. Вот, видимо, какие-то печенюшки. Только сейчас заметила, что у меня елка за спиной. У меня такой красивый кадр рождественско-новогодний. Так, ребята, я что-то как-то объелась, но меня жаба душит. Кстати, ресторан недешевый, этот бизнес-ланч стоит 29 евро. Но это так, как бизнес-ланч. Так, посмотрите, какая-то штука сахарная. Не похоже на какую-то прессованную сахарную пудру. Видимо, заедать надо мороженое. Как сказал официант, его мама предпочитает это мороженое, потому что оно легкое, низкокалорийное. Очень интересное. Оно даже ощущение какое-то немножко островатое, что ли. Не такое непривычное. Самое приятное, что оно не сладкое. Вот я не люблю мороженое, от которых слепается язык. Класса штука. В общем, 29 евро за удовольствие погурманить. Наверное, это не дешево, но слава богу, можем себе позволить. Ребят, это не Аликанте, а может это Аликанте, но это в любом случае совсем тихое место Сан-Хуан де Аликанте, где я встретилась с Оксаной, с которой вы уже знакомы. И Оксана упомянула, привет Оксан, ты упомянула о том, что ты живешь недалеко от пенсиона, такого, ну типичного и нетипичного пенсиона, перевожу на русский язык, пенсион это по-русски, к сожалению, называется дом престарелых, а по-испански это место, где проводят прекрасные годы своей жизни испанские пенсионеры. И ты как раз обещала показать, рассказать, как все устроено. Да, я вам немножко расскажу, вовнутрь, к сожалению, мы не попадем, праздники, но я вам снаружи тоже покажу. Но внутри там у всех отдельные комнаты, комнаты все сделаны как для людей, не для доживающих. Еще мне очень нравится форма того, как они это называют. Вот они пенсион в таком виде, это по документам он пенсион, а вообще это терсер эдат, это третий возраст. У них это считается третьего, терсер эдат. И люди здесь не доживают, они здесь живут. То есть у нас система пенсионов, она связана с тем, что мы также откладываем себе на пенсию, и можно заранее уже выбрать себе то место, где ты будешь жить, все там для себя подготовить. И они не бывают просто зданием. Наверное, где-то бывают, но в основном в массе своей это отдельно стоящие здания, в которых существуют не просто комнаты, не просто там какие-то медицинские вещи, а там свое собственное кафе. Здесь проходят мероприятия. Вот здесь вот на улице в частности, вот видите, вот на этой площадке, здесь проходят дискотеки, у них танцы по вечерам бывают, выходные, приезжают к ним группы различные, то есть музыка здесь есть. Еще, что мне нравится, вот в любой такой пенсион можно прийти в кафешку совершенно с улицы, то есть ты можешь сейчас зайти и пообедать, ты можешь ходить и пообедать. Там очень лотовые цены, то есть где-то 7,58 евро комплексный обед, ты можешь сходить и поесть, никто тебе не запретит. Они не считают, что они как-то отделены от общего мира, это просто место, где им вместе хорошо, они там живут, они там говорят в домино, у них постоянно настольные какие-то игры, мы сейчас вокруг обойдем, я покажу. Я хотела еще сказать про то, что вот у моего пенсиона, как я его называю, вот видишь, тут есть садик, в котором они бывают, и у них есть большой огород, им аютаменту предоставило большое поле. Я, правда, не очень большой знаток огородных растений, но вообще у нас большой. Пойдем, дойдем, там еще пойдем. Мне кажется, там, ну, соток 15, ощущения, ну, я как могу понять. Но это еще не все. Вот видишь, там вдалеке лимона, у нас сейчас сезон лимонов, кстати, уже совсем созрели, фиги там торчат, вижу. Вот здесь что-то новенькое, лучок, видишь, я тоже очень люблю этот свежий лучок, но лайфхак, в Испании, к сожалению, нет нашего лука, к которому привыкли, зеленого. Он не такой по вкусу, он очень сильно горчит, и поэтому я постараюсь привозить откуда-то из-под советских стран, вот эти луковички, прошу всех привезти, потому что петрушка, вот эта всякая штука такая, она хочется свое с огородика. Оксана, я там, ребят, я оставлю ссылку на Оксанин сайт, и соцсети, вы ей лучок привозите. Да, привозите мне, ребят, я буду менять на лимоны собственного огорода. Это поля для питанги, смотрите, какая огромная территория. Питанга, это что? Питанга, это такая игра, когда такие тяжеловесные мячики, один разбивает в разные стороны. И самое интересное, что мне очень дико нравится, все-таки в Испании мужчин, доживающих до возраста пенсионного, очень много. У них нет такого, что в этом пенсионе, например, 90% женщин. И потом, какое отличие? Вот ты посмотришь даже просто в интернете фотографии или фотки вот тех бабушек и дедушек, которые здесь. Боже, это так умилительно, им по 80-90 лет, они идут за ручку держатся. Если она, например, уже не ходит на колясочке, она все равно в туфельках. Она с накрашенными ногтями. Ты знаешь, что всю выручку испанских, почему так много парикмахерских в Испании, всю выручку делают бабушки, потому что они там раз в неделю бывают, они на укладку ходят. Я видела бабушку, знаешь, где-то в Барселоне была в салоне, привезли бабулечку, привезли ее на руках, чуть ли не принесли, ей было лет 100. У нее точно было куча заболеваний, потому что она часто терялась, где она и что такое. Но она приехала на укладку, ребят. Вот давайте научимся этому, это же прекрасно. Ведь нет такого возраста, что все ты про себя забыл. Мы у себя одни, и мы живем один раз. Поэтому, может быть, мы в следующей жизни будем баубабом. Может быть, нам никогда не предстоит быть уже... Делать маникюр, вкладывать волосы. Ребята, не забывайте об этом. Мне кажется, что это такая классная вещь, которую, к сожалению, вот наши и постсоветские страны как-то очень часто я вижу женщин, которым, ну, блин, даже 60-ти еще нет, а уже все, она себя похоронила и уже не это самое, никак не заботится о себе еще что-то. Я когда подошла в парк и увидела вот это современное, ультрасовременное здание, авангардное, я бы даже сказала, я подумала, ну, наверное, это какой-то торговый центр, культурный центр. А это, ребята, пенсион, по-русски, дом престарелых. Дорио Вирану. А, Хойгас де Меса, видишь, это настольные игры с 10.30 до 13.30, вечером с 16.00 до 21.00. Это вот эти, а свободные вот эти, сейчас мы пройдем дальше, у них здесь большое помещение, где, вот, видишь, смотри, у них специальные столики здесь сделаны. И вот сюда ты приходишь и играешь в настольные игры. В общем, я не знаю, я дико рада тому, что у меня в моем маленьком городке есть такой классный пример, вот, и я очень хочу, чтобы у нас появилось такое здание, здание прекрасное здесь для русскоговорящих бабушек и дедушек третьего возраста. Это большая проблема, как мы уже выяснили, большая проблема для тех, кто переезжает. Вот у меня тоже большая проблема. Мои родители не хотят переезжать. Они понимают, что они не вольются в среду никак. Язык они не выучат никак. И это очень сложно, но и внуков видеть хочется, как бы, да, и нам тяжело, потому что на расстоянии, как бы, ну, что ты им дашь? Ну, денег переведешь на лекарства. Но это же не в этом же смысл жизни. Хочется же совсем про другое. И поэтому, вот, если можно было такое сделать, мы такой проект сейчас просчитываем. Вот, давно хочется сделать, чтобы люди могли не то, что даже просто своих родственников перевести, хотя тоже уже многие такие в таком возрасте, когда хочется перевести, но еще и, чтобы люди сами могли о себе позаботиться. Я желаю всем найти свое место под солнцем. Испания или это Бразилия, не важно, Россия, не знаю, Украина, не важно. Ваше место под солнцем должно быть. Вкладывайтесь в него, вкладывайтесь в себя, и тогда все получится. Уже наступил вечер, а испанцы все празднуют. Празднуют Рождество. Я слышала от русских эмигрантов, что главный минус жизни в Испании это много-много праздников. Наверное, для постоянной жизни это не очень удобно, но вы знаете, я пребываю целый день в праздничном настроении, и мне это очень нравится. Последний день в Аликанте сегодня. Я решила его отметить, посидев с бокалом вина на знаменитой набережной. Разноцветной набережной с пальмами в одном из многочисленных, симпатичных кафе. Что хочу сказать. Аликанте мне зашел. Зашел больше, чем Валенсия. Хотя он не может похвастаться такой красивой архитектурой, такими масштабами, как Валенсия. Но Аликанте, он душевный. Он очень душевный, он теплый, он домашний. И что для меня очень важно, что центр города – это набережная. То есть, гуляя по центру, ты дышишь морским воздухом. И эта набережная очень плавно перетекает в пляжи. То есть Аликанте – ну, это курортный город, но в то же время с прекрасной инфраструктурой, с магазинами, ну, в общем, со всеми сервисами, которые необходимы, и с очень теплыми людьми. И еще, что я заметила, что в Аликанте – такой интернациональный город. Тут очень много разных людей из Англии, из Финляндии, из Польши, кстати, очень часто слышала польскую речь. И вот этот замес, он создает такой, знаете, драйв определенный. Мне он очень нравится. А здесь нет какого-то такого, ну, такого «ты чужой». Тут такая помесь разных людей, и все друг другу рады. В общем, мне нравится Аликанте. Я поставила его в белый список. Завтра я еду в самый русскоязычный город, а может, это поселок, я не знаю, как он именуется. Это от Ревьеха. От Аликанте ехать всего лишь час небольшим на автобусе, и я изучу город, где живут, город в Испании, где живет больше всего русский. Очередная серия моего Евро-трипа подошла к концу. Ребят, ну, если вы получили какую-то полезную прикладную либо эмоциональную информацию, что не менее важно, будьте добры, поставьте лайк. Спасибо вам большое. Спасибо тем, кто ставит лайки, пишет комментарии, делится, потому что это продвигает мое видео и дает мне сильнейшую мотивацию на то, чтобы делать новые интересные фильмы о новых разных местах и новых интересных людях. Целую, ваша Юля. Редактор субтитров А.Семкин